К каждой из этих группировок есть еще свое дробление. Если у Коломойского есть некая общая вертикаль, они вряд ли раздробятся, то у Порошенко вертикаль власти может дробиться и дальше. Слишком много властной группы. Поэтому поражение под Дебальцево, с моей точки зрения, открывает широченное окно возможностей для дальнейшего дробления власти в Евромайдане, что мы, скорее всего, и увидим в ближайшее время. Семен, в чате просят чуть погромче говорить, если возможно. А я тоже вас абсолютно очень плохо слышу, хотя сделан максимум вообще... Интересно. Чат пишет, что меня очень громко слышно, а вас тихо. Очень странно. Я сейчас единственное, может быть, наушники взять. А меня видно вообще или что? Я вот себя вообще абсолютно не вижу и не понимаю, что происходит. Но мы видео на экран не выводили, вот общаемся как бы в телефонном режиме. На экране у нас одна каворг-ресурс, вот, в качестве анонса. Вот так мы сделали. Так что, может, я возьму наушники просто, чтобы меня было лучше слышно? Да, давайте. Давайте, подождите пару минут. Да, потому что Веру действительно слышно очень громко, поэтому я тут стараюсь звук регулировать туда-сюда. У меня хороший микрофон. Видимо, да. Кстати, Вера, может, чуть-чуть у себя подрегулируйте, чтобы потише было? А я уже звук убавила. Я сижу от компьютера, наверное, сантиметров в пятидесяти. Поэтому, если нужно сделать еще тише, я сделаю. Так, а ну давайте. Вот если я буду говорить в наушнике, как меня будет слышно? Лучше. Вот сейчас я говорю в наушнике. Но мне лучше слышно. Ну давайте двигаться дальше. То есть, видео не будет, я могу не заморачиваться. Правильно? Да, да. Все, хорошо. Хорошо, Семен, тогда посмотрите по поводу Дебальцева. Буквально вчера на стене у Стешина прочитала информацию о том, ну, я сейчас скажу своими словами, он говорит, что что вы прицепились к этому Дебальцева, дальше будет ольховатка. Ну, то есть, это как бы не самая главная тема, на которой можно так зацикливаться. Вы тоже так считаете? Смотрите, я же говорю, Стешин у нас военный корреспондент. Ему, конечно же, виднее, какие будут дальнейшие военные объекты и задачи. Я же анализирую Дебальцева исключительно с политической информационной точки зрения. Это второй Лавайск, которому придавалось очень много внимания. Причем очень много внимания придавалось обеими сторонами в плане пропаганды. Да, ведь мы живем, хотя здесь в России, в своей пропагандистской картинке, а на Украине, в Киеве, которая задает украинские каналы, украинские сайты Дебальцева, это же было тоже абсолютно мифологизированная точка конфликта. И поражение под ним, это уже глубочайшая психологическая трагма. Поэтому же они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре о том, что они плановый отвод и так далее и тому подобное. Поэтому, как бы, а Дмитрий, наш вообще талантливейший военный корреспондент, он находится внутри ситуации. Поэтому он рассматривает это как военные цели. Понятно, потому что цели будут у вас. Ну, собственно, я поняла. Еще следующий вопрос, поскольку я знаю, что у Семена время ограничено, поэтому не буду рассусоливать и задам следующий вопрос, который мне точно интересен, мне кажется, что и чату тоже. Как вы считаете, ваше мнение, где могут быть следующие переговоры, потому что понятно, что они будут? Ну, то есть, была информация, она проскочила, причем, так знаете, очень коротко, больше я второй раз ее не видела, что, возможно, рассматривается Астана. Ну, Астану никто не снимал, да, она изначально рассматривается. Поэтому, ну, смотри, я считаю, что где будут переговоры, значения не имеет абсолютно, да. Единственное, что я считаю, что и России, и Донбассу не надо настаивать на том, чтобы переговоры были в нашей части Евразии, потому что это внутренний конфликт, да, на постсоветском пространстве. И поэтому я вообще не понимаю, что там делают, там, Германия, Франция, ну, я понимаю так теоретически, да, потому что это они в том числе втянули в аферу с Евроассоциацией, с которой все пошло и поехало, в том числе. Но по большому счету, что они там делают, я не понимаю. Поэтому, как бы, Минск, лично я хотел бы, чтобы переговоры проходили в Тираспоре, да, потому что Молдавия это, она пережила уже свою гражданскую войну, да, и было бы полезно, чтобы все сходили бы в музей Бендер, когда обороняли, да, как, ну, просто, намного меньше Приднестровья, чем Донбасс, ну, вот, как есть на Донбассе, там, Славянск или еще что-то, или Донецк, там есть, как бы, Бендеры, да, есть, как бы, музей, и все это проходило, и, в принципе, чтобы посмотрели на непризнанную республику. Но это, как бы, это я бы хотел, понятно, что никто не пойдет на переговоры в непризнанной республике, но по факту, я думаю, что сохранят площадку как Минск, может быть, подключат, как еще, как резервные площадки Астану, потому что, ну, есть еще политтехнологические соображения, у Назарбаева объявлены досрочные выборы, поэтому, как бы, ему это полезно в том числе и для внутреннего пиара, плюс, ну, что Султан Абишевич, это матерый политик, да, и очень уважаемый, и в Евразии, и за ее пределами, и его позиция очень важна. Вот, но Минск, как по мне, хорошая площадка, потому что этот конфликт еще больше всего гибнет русских и украинцев, ну, и кому, никак не белорусам, третьему славянскому народу прикладывать максимум усилий. Семен, а вот по поводу Минска, кстати, я просто знаю, во-первых, что вы были в Минске и выступали там на местном телевидении. Поднимался вопрос по поводу Украины, по поводу, ну, отношений Белоруссии с Украиной, или там темы другие были затроны? Не, ну, это была центральная тема, Белоруссия вообще как бы живет украинским кризисом, потому что надо не забывать, что граница, например, у Белоруссии с Россией и с Украиной, ну, одинаково по расстоянию, а товарооборот, например, ну, Украина является вторым по объему товарооборота после России, вот, является ключевой, плюс огромное количество украинцев работает в Белоруссии, у Белоруссии меньше, потому что у них с экономикой получше, вот, ну, и все-таки надо не забывать, что, я говорю, как бы, белорусы считали и считают тремя братскими славянскими народами и воспринимается это все очень, очень трагично. Ну, то есть, они наши? Белоруссия наш? Как мне кажется, вообще бы не заставить, конечно, наши, а какие еще Белоруссии? Ну, просто там столько информации поступает на, ну, то Лукашенко там отказывает в этом, то вот что-то, вот что-то про Лукашенко постоянно проскакивает, поэтому складывается такой неоднозначный. Ну, надо же предметно говорить. Ну, например, очень много обсуждали ролик, где он здоровался в Минске на переговорах с Порошенко. Вы помните, наверное, понимаете, о чем я говорю? Ну, старый, ну, слушайте, он хозяин. Нет, когда они там обсуждали, Порошенко сказал, я сейчас не могу точно... Ну, так в этом-то и дело, понимаете, как бы, у нас люди становятся жертвами абсолютных информационных провокаций. Лукашенко хозяин площадки, понятно, что он со всеми общается, вот именно то, что он общается и стала площадкой. Поэтому, как бы, ну, единственное, что я могу сказать, что в Беларуси нельзя сказать, что он 100% поддерживает, например, позицию России, да? То есть, скажем так, там поддерживают на уровне личном. Ну, из-за того, у меня нет социологии, да? Я могу судить только о том, как я общался, да? Там, грубо говоря, 8 из 10 белорусов, конечно же, их симпатия на стороне, там, ДНР, ЛНР, да? Ну, например, что касается позиции России и позиции по Крыму, да? То в Беларуси даже те, кто поддерживает ДНР, ЛНР, они не очень понимают истории, которая произошла с Крымом, И во многом, как бы, ну, это тоже любой адекватный человек понимает, что Донбасс выгребает, в том числе, из-за Крыма, да? Причем не потому, что там как-то мстят или еще что-то, по одной простой причине. Украинские, как бы, элитарии, да, назовем их так, то есть и бизнес, и политика, они в течение 25 лет в Крыму себе организовывали дачки, бережок, ну, и вообще распилили, да? То есть, там, в санатории принадлежат и так далее. Вот, соответственно, со сменой крымской юрисдикции они все это потеряли. Поэтому, с их точки зрения, да, я пытаюсь вам объяснить, с их точки зрения их ограбили в Крыму, да? Потому что они считают, что это была их дача, я знаю, у Иценюка была дача, у Порошенко была куча недвижимости в Крыму. Они считают, что их ограбили, да? И, соответственно, как бы, ну, для того, чтобы, как они считают, олигархия украинская, чтобы их не ограбили второй раз, да, они, собственно, и начали очень жестко поступать по отношению к Донбассу. Ну, посмотрите, все украинские олигархи, все исчезли из Донбасса, хотя их там огромное количество. Где сидит Ринат Ахмедов? Он сидит в Киеве. Где сидит Борис Колесников? Он сидит в Киеве. Где сидит луганчанин Ефреев? Он сидит тоже в Киеве, хотя его арестовали. Другой вопрос, что они ошибаются, потому что их, ну, они договариваться бессмысленно с этими персонажами, да, и из всех, вот я общался с коллегами, из всех, как бы, олигархов и собственников заводов газет-пароходов, только один луганский ландик остался на территории ЛНР, да, все остальные сбежали в Киев или в Европу, да. Собственно, поэтому, как бы, в Беларуси это понимают, что это во многом война олигархии, да, и, как бы, относятся соответственно. И как-то обвинять в этом смысле, что они не наши, это, в принципе, некорректно, потому что Беларусь даже более советская республика и союзная, чем, например, Россия, да, ну, потому что там нет вообще своей олигархии, да, там доля в госсекторе, доля госсектора в экономике 70%, да, то есть там нет ни одного Дерипаски, Ахметова или еще кого-то. Там есть крупный бизнес, но он, как бы, является относительно крупный, он никаким образом не влияет, например, на политику, да, то есть даже несопоставимо с Россией. Поэтому, как бы, ну, мне считается, кажется, что вообще некорректно ставить вопрос, не наш, не наш. Если, как бы, они предоставляют площадку и гарантии безопасности, в том числе лидерам ДНР, ВНР, то они, конечно же, наши. И то, что больше добровольцев воюют на территории из Беларуси, Донбасса, чем, ну, там, чем, например, есть националисты, которые воюют на стороне Евромайдана, но оно свидетельствует вот такой раскол в обществе. Понятно. Теперь еще один вопрос, который, на самом деле, в последнее время, ну, в последнее время, со вчерашнего дня он тоже появился во всех СМИ по поводу обращения Порошенко к СНБО и о воде миротворцев, о воде КМС. Скажите, вот ваше мнение, потому что потом Чуркин выступал и так далее. Это каким образом может произойти? Вот, на мой взгляд... Да никаким образом это произойти не может. То есть миротворцев не будет? Да, миротворцев не будет, потому что на совбезе ООН, скорее всего, это будет заблокировано Россией и, скорее всего, Китаем, вот, потому что... А какие миротворцы, если еще не начали выполнять минские соглашения? Тогда Киев либо должен признать, что он не способен выполнить минские соглашения, да? Ну, тогда да, тогда можно говорить, да, потому что... Ну, а что это такое? На самом деле все эти заявления, они носят под собой панический характер, потому что, ну, видно, что они проигрывают войну именно горячую, да? Это же заявление из той же оперы, что будет предоставлено оружие США, что могут быть ковровые бомбардировки из США, да? И так далее, и тому подобное. О том, что приехали эти алтайские горные снайперы, или там Россия в очередной сотый раз вела войска, это все информационный шум, к которому не надо относиться серьезно. А мне-то казалось, что миротворцы это единственный способ остановить. Вот просто и в программах, ну, ток-шоу, на которых они присутствуют. Кто такие миротворцы? Миротворцы это те, с кем согласны обе воюющие стороны, да? Да. То есть, я сомневаюсь, что Донбасс согласится хоть на каких-то миротворцев, кроме России, а тем более по схеме Порошенко, когда он говорит, что миротворцы должны показаться на границе с Россией и на линии конфликта. То есть, фактически, мы имеем дело не с миротворцами, а с окружением, да? Ну, что такое-то? По периметру Донбасс окружат, ну, мятежные районы, да, Донбасса окружат какими-то миротворцами, и что? Устроят еще одну экономическую блокаду? Никогда Донбасс на это не пойдет. Нет, я-то предполагала, и вообще разговоры шли о том, что там будет совместный какой-то контингент. Да, ну, погоди, ну, вот, что значит, мы предполагали. Для того, чтобы ввести миротворцев, это я вот напоминаю, но для того, чтобы, ну, вот, в Приднестровье стоят миротворцы. Миротворцы российские, да, по мандату Совбеза ООО. Появились они там, когда конфликт тянулся уже не один год, да, и после ввода российской армии. Миротворцы не вводятся так, вот, Пороженко захотелось, мало ли кому что захотелось. Поэтому, Герой, надо меньше обращать внимания. Ну, я понимаю, что это ваше, вы же свое мнение, да, выражаете? Я правильно понимаю? Не, ну, конечно, нет, вы же мое спрашиваете. Ну, да, я понимаю. Я просто для чата, чтобы понимали, что Семен говорит свое мнение. Я говорю свое мнение, которое основано на сравнительном евразийском анализе, потому что я был много раз и в Приднестровье, и в Южной Осетии, и в массе других регионов, где были, как бы, конфликты, но не дошло до войны, там, например, в Ферганской долине, на Кавказе, вот, в Армении, в частности. Хотя миротворцы не решаются с бухтой барахты. Еще не все поедут, понимаете? Кто, поляки поедут? А зачем вам это надо? Ну, да, просто речь шла про... Речь шла об истерике. Давайте называть вещи своими именами. Порошенко врали о том, что никого Дебальцевского котла нету. Врали в Минске, когда шли переговоры, да? До этого его дезинформировали. Причем по лицу видно, что он либо явно пьет, либо находится на каких-то, ну, как бы, антидепрессантах. Ну, я не знаю, на чем. Но это видно человека, который, как бы, ну, находится в тяжелом психологическом стрессе и явно еще каким-то образом себя поддерживает. Может, чиферит, я же не знаю, как бы. Ему врали, его дезинформировали. Вот, он, как бы, в это поверил. Потом, бац, оказалось, что таки был котел и был разгром. Из этой ситуации нужно как-то выкручиваться. А, как бы, для того, чтобы выкручиваться, в первую очередь, для внутреннего пользования. Поэтому все заявления, они для внутреннего пользования, для украинского. Ну, да, чтобы успокоить, я так понимаю. Ну, конечно, чтобы сбить истерику. И свою в первую очередь. Ну, вот, раз уж мы про Порошенко заговорили, скажите, опять же, в СМИ, мы же ориентируемся сейчас на СМИ, у нас информационная война. Много информации проходило, что Порошенко отправил семью, уже отправил за границу. И какие прогнозы, вот, ваше личное мнение, чем закончится? Как долго еще он сможет быть в Киеве? Ну, я не знаю, я же в этом смысле не астролог. Нет, ну, прогнозы не астрологические, понятно, политические, аналитические. Как долго, я не знаю. Сейчас, извините, у меня телефон. Звоню сейчас, секундочку. Я перезвоню. Вот, смотрите, значит, слышно меня, да? Да, да, да. Значит, смотрите, я думаю, что закончится все следующим образом. Фронт они не удерживают, армия запаникует, Коломойский будет пытаться искать либо сепаратный мир, либо делать свои автономные вооруженные силы, что он уже начинает делать. И рано или поздно на фоне дефолта и тотального банкротства образуется вакуум власти. Вакуум власти образуется за счет того, что все элитарии, без исключения, они просто свалят своим капиталом. То есть в офшоры, на острова, в Европу, где у кого есть, да? И фактически Украина останется без ее вот этой вот олигархической элиты, и она будет вакант на Украину. Поэтому сколько на этом фоне образуется государств, я не знаю, да? Может быть, два, может быть, три, может быть, пять, да? Может быть, как бы, гуляй поле, где, как бы, вообще не будет никакой власти легитимной. И вот, как бы, развиваться будет все в этой стратегии. Порошенко в этом смысле будет явно козлом отпущения и терпилой, на которого будут все сваливать все стороны. А вот Поруби был в Америке, и вроде бы на него уже ставку делают. Мы, понимаете, американцы прагматики, они делают сразу много ставок, да? Для того, чтобы выиграть в казино, нужно ставить же как и на зеро, и на цифру, и на черное-красное, и там на сектор, ну и так далее, да? То есть они прагматики, они делают ставку сразу на десятки людей, как бы, и смотрят, кто из них выходит. Ну и как вы думаете, у кого шансов выплыть сейчас больше? Ну, потому что Порошенко-то, понятно, уже... Смотрите, гражданская война, это такая вещь, она украинские именно проходят гражданская война, вот. Это такая вещь, которая для того, чтобы понять, кто выплывет в ходе борьбы за власть, не находясь внутри власти, невозможно. Вот посмотрите, большевики, да? Нельзя же было спрогнозировать, кто придет к власти после, например, смерти Сталина, в смысле Ленина, да? То есть там шла конкурентная борьба между Труцким, Зиновьевым, Сталином и так далее, да? Поэтому групп есть несколько. То есть одна группа оформилась вокруг Яценюка, одна группа оформилась вокруг Турчинова, отдельная группа – это люди вокруг Коломойского, отдельно есть такие персонажи, вроде Порубия, вот. Но я их не рассматриваю самостоятельными фигурами, они вынуждены к кому-то примыкать. И вот эта вот властная конфигурация, из там около пяти групп влияния, которые находятся сейчас внутри, вокруг Коломойского, плюс надо не сбрасывать со счетов еще старую олигархию, вроде Рената Ахметова, да? Старую олигархию, там, из орбиты влияния, например, там, Гедведчука, того же Нестора Шуфрича, еще группу там депутатов. Ну, поэтому, плюс региональная власть, надо не забывать, да? Она тоже представлена разными группами влияния. Так, хорошо, понятно. И я сейчас задам один свой еще вопрос, а потом, если вы позволите... У меня буквально осталось минуты четыре-пять. А, ну тогда давайте вопрос из чата, наверное. Давайте вопрос. Дядя Ваня, скажите, какой вопрос вы хотите задать из чата, передать? Да, ну вот был такой вопрос, как раз может быть даже профессиональный, если вы следили за информационной политикой, которую проводят республики, то есть, если вы за этим следили, то как вы вообще оцениваете ее и видно ли какие-то позитивные изменения? Вы имеете в виду Донецкие республики, да, ДНР и ЛНР? Ну, смотрите, я считаю, что информационная политика ДНР намного лучше, чем ЛНР, да? Это видно и по образу лидера, который сформирован у Захарченко и который сформирован у Плотницкого, да? Плюс банально информповодов из ДНР намного больше, чем из ЛНР. Вот, это вот первое различие. Второе, как бы, что касается военных действий, да, то там все обстоит, как по мне, блестяще с информационной политикой и с имиджем, но это еще в том числе во многом благодаря тому, что это все транслируют российские СМИ. Ну, как по мне, с моей точки зрения, на повестке дня сейчас стоит мирная жизнь, в первую очередь, потому что нужно налаживать мирную жизнь во время гражданской войны. И вот с информационной политикой относительно мирной жизни в Донецке дело обстоит катастрофически. То есть не хватает простых объяснений, как работает свет, что с водой, что с пенсиями, сколько стоят продукты, как работает экономика, насколько есть уже работает новая эта народная милиция. Ну, целый перечень. Я когда-то писал текст, если кому-то, ну, читателю, зрителю, слушателю, который задавал этот вопрос. Интересно, я писал текст еще, по-моему, в августе этого года о соревновании двух моделей государства. То есть в модели государства на Донбассе и, собственно, в Евромайдане. Я не считаю то, что осталось Украиной, я считаю это Евромайданом, потому что как только ушел Крым, то, что мы не считали Украиной, оно прекратило свое существование. Это уже как бы, это уже не Украина, да? Вот. Ну, если это интересно, то можно просто залезть ко мне, у меня персональная страничка на однако, уралов.однако.орг. У меня там была серия из четырех текстов, посвященных как раз конкуренции Евромайдана и Союза Республик Донбасса. Одна из них была посвящена как раз государственным моделям, где я, собственно, очень по пунктам предметно расписывал, а в чем, собственно, выглядит вот эта технология гражданского мира во время войны, как с этим надо работать. Ну и в этом смысле, как бы, вопрос информационной политики и имиджа из этого следует. Спасибо, да, у нас как раз вот на экране вместо видео ваша страница с вашими данными. А, ну, да, и там, как бы, если прокрутить вниз, там есть, как бы, ну, тексты, как бы, ну, посвященные именно этому. У нас, по-моему, хроники гражданской войны 2.0 на территории Украины, и одна из этих частей называется «Соревнование моделей государства». Ага, да, спасибо, прочтем. Семен, спасибо большое, я поняла, что у вас время ваше вышло. Да, смотрите, у меня, на самом деле, в таком формате я могу часто подключаться, если у вас чат, тем более, круглосуточный, 20-25 минут всегда звоните, как бы, но мне бы больше хотелось, чтобы были бы вопросы, если много, как бы, зрителей, потому что мне очень много в Фейсбуке, как бы, я много читателей, в Фейсбуке, на сайте очень много читателей из Донбасса и так далее, постоянно, как бы, что-то задают вопросы, если бы было побольше вопросов, было бы здорово. Спасибо вам большое, конечно, с удовольствием пригласим вас еще. Спасибо вам, с праздническим приветом, счастливо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...